Украинские чиновники, которых обвиняют в коррупции, не просто гуляют на воле, а норовят уже вернуться обратно в удобное им кресло. Как им это удается? Почему дела о взятках рассыпаются в судебных инстанциях? Про секретное оружие старой системы в войне с украинскими взяточниками. Елена Зорина. Их задерживают, словно по сценарию боевика. Это не амбудилие, это национальное бюджетное! Не надо, пожалуйста! Судьи, прокуроры, ректоры и даже топ-чиновники горят на взятках, откатах и хитроумных схемах. Шоу под названием «Поймать коррупционера» украинцы наблюдают чуть ли не каждый день. А после, вроде бы, и доказательства есть, но и возможности для маневров остаются. Громкие задержания, огромные суммы денег при обыске и не только. А в итоге абсолютно чистый вместо нар на прежнее рабочее место. Прям как ничего и не было. Почему коррупционерам удается выйти сухими из воды? И кто им в этом помогает? Судьи, прокуроры или те, кто стоит за ними? Самая громкая история прошлого месяца. Задержание главного фискальщика страны Романа Насирова. Какой диагноз подскажите, пожалуйста? Вы доктор? Инфаркт миокарда. Это связано с газовым делом, заявили в НАБУ и подсчитали. Ущерб от действий чиновника составил 2 миллиарда гривен. Но не успели детективы показаться на пороге, как он слег на больничную койку. Чтобы вы так захворели. Окончание следствия в СИЗО Насиров не дожидается заплаченный залог и электронный браслет. Я вообще не понимаю, откуда взялось это вопрос. Чувствует он себя достаточно нормально. Он часто встречается с адвокатами. А вот с журналистами пока нет, да и со следователями все реже. На этой неделе в НАБУ заявили вопросов к Насирову больше не имеют. Мол, доказательств его вины достаточно. Я ожидаю от детективов завершенного расследования основного закона в двумесячный срок. То есть это будет ориентировано на первую травму. Но не включая, что мы видим, например, необходимо продолжение следствия до трех или шести месяцев. Армия адвокатов, сейчас их у Насирова опять готовится к судебной войне. Мы не видим вообще вины Насирова в подписании так называемой рассрочки налогового долга. Потому что это достаточно сложная процедура, в которой задействованы десятки людей. И, собственно говоря, если бы Насиров не подписал те документы, которые были подготовлены, что называется, снизу доверху, то тогда в этом случае была составляющая коррупции. Убегать из страны, убеждает адвокат, чиновник не собирается. А вот возвращаться на работу возможно. В принципе, такая перспектива существует. Не дожидаясь решения суда, он продолжает заниматься тем, чем и занимался до коррупционного скандала. Владимир Петрович, на работе с вами? Да. А можно до него? Нет. А чего? Совещание. Пойманный в августе прошлого года на взятки в 100 тысяч евро, тогда исполняющий обязанности ректора Национального авиационного университета Владимир Харченко в своем рабочем кабинете. Я прицеповал несгоден. С урезанными полномочиями, без права первой подписи и представления университета он продолжает трудиться. Правда, не как и у ректора, а как проректор по научной работе. Детективы о нем как-то забыли. Харченко здесь работал с августа по ноябрь. И САПИ НАБУ не обращался с определением. Первое определение, если не ошибаюсь, суда вышло 15 ноября 2016 года. Прямо сейчас попереднее слово случая не может отбудеться. Сроки завершились. И людина сейчас просто пользуется таким КПК. Действительно ли прорехи в законодательстве помогают? Или, может быть, это все для отвода глаз? Договориться, откупиться и забыть все как страшный сон еще во время следствия? Или идти в суд, чтобы получить индульгенцию наверняка? А может и вовсе сбежать? Вариантов масса. Только каждый пятый коррупционер несет ответственность в суде. Чем больше человек, чем выше посадка, тем больше шансов, что дело будет затянута и развалена. Для того, чтобы не оказаться на нарах, убеждает эксперт, для ВИП-подозреваемых существуют и ВИП-расценки, так называемый тариф договорной. В связке могут работать и следователи, и прокуроры, и судьи. Но иногда достаточно просто нанять хороших адвокатов. Это отводы судей, большая количество клопотаний, которые заявляются. Это, конечно, хвороба. Чем выше вина, тем, в принципе, сумма стает выше. Скажем, начальник этап, о котором неофициально говорят, это 10% от суммы, которая инкриминуется. Сейчас занимаюсь предпринимательской деятельностью. Он один из двух так называемых бриллиантовых прокуроров. Тех, которые погорели на взятки в 3 миллиона гривен. Самое громкое дело двухлетней давности. 102 бриллианта общим весом 4,7 карата. Они из ломбарда были куплены, чтобы сделать ювелирное изделие для супруги. Александр Корнеец, бывший зампрокурора Киевской области. Именно в его квартире нашли драгоценные камни. Теперь они хранятся у следователя. А бывший прокурор, которому грозит 12 лет тюрьмы, все ждет приговора. По сути, уже больше лет, мне кажется, эта справа находится в суде. Каждый раз есть какие-то оттерминивания. Дуже гучно раздули эту справу, потому что она была абсолютно показовая работа СБУ, прокуратура, которую они разом спрацовали. Ни в одном из тех обвинительных актов, в которых правильный суд, нет ни прямых, ни косвенных доказательств. Судьи не хотят принимать законное решение, не хотят вносить оправдательный приговор. Боятся, скорее всего. Корнеец уверен, тянут по тому, что должны оправдать. И как только это произойдет, намерен восстановиться в прежней должности. Меня уволили незаконно. Меня лишили чинов, пенсии и всего прочего. Мне нужно восстановить свое доброе имя, честное. Возможно, когда буря поутихнет и в Украине подзабудут этот скандал, суд станет на сторону обвиняемого. Пока же исследователи и служители Фемиды предпочитают отмалчиваться. Тишина в таких вопросах гораздо эффективнее. Елена Азорина, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник и Василий Миновщиков. Подробности недели – телеканал «Интер».